Лестница в небо. Позади уже пять ступеней. Лестница. Почти 15 веков назад рожденная в обители на Синайской горе инструкция святости. Впереди шестая ступень – о памяти смерти. Победа над смертью – одно из главных откровений христианства. О победе над смертью говорит и само распятие, и вся история нашей веры, которая начиналась с мучеников. Первые масштабные казни христиан проходили на арене Римского колизея. Как христиане, первые христиане, на смерть здесь. Да, это, конечно, была такая трагедия, жизненная трагедия для христианского общества, но и в то же время это была закалка христианской именно семьи, формирование, становление. Это был фундамент. Кто такие мученики? Свидетели. Они свидетели, свидетельствовали о своей вере. Они свидетельствовали о своих убеждениях. Мы очень часто можем забыть перекреститься, когда видим храм, или, скажем так, умолчать в обществе, в котором могут немножечко подшучивать над Богом, церковью, смотрим по выгоде и тому подобное. Они смотрели тоже на выгоду, но на духовную. Чтобы Христос жил в их сердце, чтобы Христос не отошел от них. Преподобный Иоанн. Игумен Синайской горы. Лествица. Шестая ступень. О памяти смерти. Бутовский полигон под Москвой. Место массовых казней 20 века. Больше 20 тысяч расстрелянных только в 30-е годы. Около тысячи имен на этом камне. Это священнослужители, бутовские новомученики. Как они умирали? С какими мыслями они шли под долг? Да. Очень трудно представить, когда ты стоишь перед очень важным этапом в своей жизни. Перед смертью. Мы можем проследить как минимум три этапа человеческой жизни. От зачатия до рождения. Потом происходит этап такой очень важный. И рождение. От рождения до смерти. Нам более известный этот этап. И потом сама смерть. И последующая жизнь после смерти. Я думаю, что все-таки новомученики, не только бутовские, но и любые люди, которые стоят перед лицом смерти, понимают, что сейчас будет смерть, и она не будет приятной этой смерти. Человек, когда рождается, тоже плачет. И здесь, в общем-то, когда он умирает, он тоже страшный, тоже, в общем-то, непонятно, как это будет. Как будет ощущаться боль перехода в жизнь вечную. Ничего не знает человек. Но, наверное, он строит планы. И это помогает ему перейти, помогает ему встретить эту смерть. Он понимает, что там его тоже не только что-то ждет, но и ждут. И там он обязательно встретится с теми, кто дорог его сердцу. Это, в первую очередь, Христос. По-другому, наверное, они бы не смогли здесь оказаться. Гонения на русскую церковь XX века – самые беспощадные в мировой истории. По количеству пострадавших за Христа эти гонения превосходят и великое гонение римского императора Диоклетиана, и все прочие преследования христиан вместе взятые. 15 августа, 16, 17. Почти каждый день. Степанов Александр. 20 лет. 20 лет. И все молодые, 17. 19 лет ему, да. До 30 даже. Так вот, все совсем молодые люди. Да, мы являемся непосредственными свидетелями того, что, в общем-то, Христа, как 2000 лет тому назад, не любили, так и не будут любить и до конца, в общем-то, века. Эти имена – 37-й год. 37-й, 38-й год. Вот сейчас мы видим. Сейчас у нас каждый год за Христа в мире погибает от 95 тысяч человек до 120 тысяч человек. За Христа не скрыто, явно. И что двигает людьми, которые погибают за Христа? Мы можем увидеть, как распинают людей до сих пор в каких-то странах на крестах. И они не отказываются от своих убеждений. Они смело идут, в общем-то, на крест. Они не боятся смерти. И христиане, наверное, так и должны поступать – не бояться самой смерти. А как научиться не бояться смерти? Вот фраза Лествицы. Совершенное чувство смерти свободно от страха. Бог есть совершенство. А страх Божий – это есть не что иное, как любовь. Ввода, оказывается, какая скрыта мысль. Это любовь. Когда есть любовь, тогда нет препятствий. Тогда всё изгоняется. Тогда уже человек может пойти на что угодно. Апостол Павел что писал? «Желание имею разрешиться, то есть умереть, и быть со Христом». Так и многие мученики действительно, они желали, желали именно этого. Но сама смерть, она не так, в общем-то, страшна, как нам кажется. Это неминуемо для каждого будет. Верующие мы люди, неверующие. Никто не избежал. Да, никто не избежал и не избежит. Это этап жизни. А вот ответ за прожитую жизнь нам придётся дать. И очень серьёзный ответ. Русская Голгофа. В Бутово теперь стоит крест. Он был принесён сюда с Соловков. Ещё одного места массового мучениства 20 века. Крест освящает и римский Колизей, откуда проповедь о христианском бесстрашии перед смертью разнеслась по всему свету. Надо представить, что неслось отсюда. Да. О Боге, о Христе. Что кричали с этих стрессов. Да. А иногда из уста начинали молчать. Иногда поражённые в том, что матери выходили со своими детьми. То, что мужья шли вместе со своими жёнами и стариками, родителями, выходили и радостно принимали смерть. А сколько мы знаем случаев. Как радостно. Смерть для меня приобретение, говорит апостол Павел. Я готов разрешиться быть со Христом. Прилюдно просили их отречься от Христа. Принесите жертву, и всё будет нормально. Да. Вот, они этого не совершали. Для них Христос приобретение, а жизнь без Христа смерть. Человек ведь может умереть именно тогда, когда он ещё живой. Он может ходить, он может есть, он может выполнять какую-то функцию на работе, он может воспитывать детей, но одновременно быть мёртвым. Для человека очень важно, чтобы у него были идеалы. Нам смерть важна, но смерть важна именно как начало новой жизни. Потому ещё лествичник призывает всегда ждать смерти. И в мыслях как бы ежедневно умирать. Память смерти есть повседневная смерть. Боялись ли они, конечно, боялись. Но страх этот не был животным страхом. Страх этот был не к слезам, а к радости. И дай Бог и нам встретить наш этап жизненный тоже, в общем-то, с радостью и с надеждой на Христа. Мирянин, мирянин, до любого времени, какого угодно, и того, и настоящего, конечно, не может иметь повседневную память смерти, такую, о которой пишет Англесичек. Но, тем не менее, эта его мысль, она очень важна и для нас. Мы никак не должны забывать, что всё-таки она, смерть, никуда не уйдёт. Мы живём как глупенькие. О, ещё не скоро, ещё не скоро. Знаем точно, что она будет в смерти, и никто не верит, что она уже приходит. Какие трагедии бывают с людьми, когда вдруг, наконец, объявляют – да, болезнь неизлечима, и вы умрёте буквально через страшное дело. Вот, кстати, доказательство, одно из доказательств нашего безумия. Знаем, но не верим. Но есть пример совсем другой смерти. Это смерть Иуды. Эта часть Иерусалима называется «Земля крови». Та самая земля, которую купили за 30 серебряников, возвращенных предателем. В те дни Пётр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрёк Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрёл землю неправедную мздою. И когда не зринулся, рассеялось жребы его, и выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа «Акелдама», то есть «Земля крови». Почему таким был конец Иуды? Серебролюбие, жадность – это то, что пытается оправдать абсолютно любые поступки, даже предательство. Помните, когда Иуда после казни Христа пришёл, бросил деньги, сказал, я предал кровь неповинную? Написано – раскаялся и бросил деньги, но пошёл и удавился. Кончил самоубийством. Почему? В чём дело? Вот Иоанн Лесиченко пишет, у которых нет покаяния, то есть нет смирения. Оказывается, желание смерти, тем более самоубийство – это вещи, которые нужно вот тонко разбирать. Иуда кончил самоубийством. Это действительно тягчайший грех. Это грех отчаяния, то есть грех гордыни. Вот здесь была земля для погребения странников. Арабы говорят, если что произойдёт в местах Иерусалима, то всё здесь наполнится кровью. Мы находимся на земле, которая, наверное, со времён Христа, так и будет до скончания века, называться землёй кровью. Церковь изначально молится о всех усопших. О чём это говорит? Это говорит о том, что, оказывается, состояние умершего человека может меняться. Если мы действительно хотим помочь усопшему, тем более такому, который окончил жизнь самоубийством, есть всё-таки средства. Милосердие ради усопшего кому? К нищим, первым долгам, страдающим, больным, заключённым, несчастным. Проявить милосердие к ним чем? Можешь деньги, вещи, хлеб насущный – как угодно. Это имеет огромнейшее значение. Вот ради усопшего – помяните. Недаром до сих пор у нас говорят – помяните. И что-нибудь такое даёт – помяните. Ой, как важно здесь именно помянуть. Потому что если мне дали, а я не поминаю, я оказывается вором тогда. Я вор. Меня просили помочь, а я что? А я даже не помолюсь. Вот эти вот две вещи очень важно помнить. Они очень могут помочь усопшему, даже тому, который окончил жизнь самоубийством. Считается, эта традиция родилась здесь, на земле крови. Вот, монастырь Ануфрия Великого. Живо предание, что этот египетский пустынник поселился здесь в IV веке, в пещере, и прожил в ней три года, отмаливая умерших в Иерусалиме и похороненных на этой земле. Почему все предатели, абсолютно все предатели, вообще заканчивают одинаково? Не всякое желание смерти достойно одобрения. Некоторые люди, насилием привычки, увлекаемые в согрешения, желают смерти под чувство смирения. Другие не хотят покаяться и призывают смерть из отчаяния. Это вариант Иуды. Нам кажется, что со смертью решатся все проблемы. Очень часто мы так решаем. Но самая большая проблема человечества, что смерти нет. Мы почему так большим трудом верим в жизнь будущую? Если есть жизнь будущая, если есть продолжение жизни, то придется многое здесь пересмотреть. Но это еще один обман со стороны Лукавого, что смертью все заканчивается. Смертью все начинается. Смерть – это начало, а не конец. Рождение – это начало. Смерть – это опять же начало. И вот мы призываем смерть, думая, что все проблемы уйдут. Они только усугубятся. Если ты не решишь эти проблемы здесь, они перейдут с тобой в вечность. Если ты решишь здесь все проблемы свои, то и в вечности уже проблем не будет. Но на решение проблемы у нас ограничено время, срок нашей жизни. Какое он, никто заранее не знает. Лесточник объясняет, отчего так. Почему Бог не даровал нам предвидение смерти, если память о ней столь благотворна для нас? Бог чудным образом устраивает через это наше спасение, ибо никто, задолго предузнавший время своей смерти, не спешил бы принять крещение или вступить в монашество, но каждый проводил бы всю жизнь свою в беззакониях и на самом исходе из сего мира проходил бы к крещению или к покаянию. Но от долговременного навыка грех делался бы в человеке вторую природу, и он оставался бы совершенно без исправления. Господь может открыть человеку дату его ухода. Мы читаем об этом в житиях святых и в биографиях наших современников, тех, кто оказывался готов к ним. Признак этой готовности в лестнице указан тоже очень прямо. Это добровольное беспристрастие ко всякой твари и совершенное оставление своей воли. Точнее всего, это выразилось в смерти. Которая стала победой над смертью в распятии Христа на Голгофе. Это произошло здесь, на тогдашней окраине Иерусалима, почти две тысячи лет назад. Иисус же говорит, отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежде его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ним и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Все есть царь иудейский». Мы ведь тоже умрем с вами, чем наша смерть, смерть любого из людей. Здесь все умрут, все люди, кто здесь, когда-то умрут. Отлично от его смерти. Его смерть для нас, а наша смерть ради него. Если я живу для Христа, я умираю для Христа. Если я живу Христом, я вместе с Ним и взойду на Голгофу. Я распну себя со страстными похотьми на кресте Господнем. Наша смерть отличается от смерти Христова, что Он спасает нас Своей смертью, а мы Его смертью через Свою смерть спасаемся. Здесь немножечко другая зависимость. Все взаимоотношения между Богом и человеком происходят в пользу человека. Иоанн Лесточник именно с примера Христа и Его смерти на кресте начинает эту главу. Боязнь смерти есть свойство человеческого естества, происшедшее от прислушания. А трепет от памяти смерти есть признак нераскаянных согрешений. Боится Христос смерти, но не трепещет, чтобы ясно показать свойства двух естеств. Боится Христос смерти, но не трепещет, чтобы ясно показать свойства двух естеств. Это про что? Это про человеческое естество Господа. Это про то, что Он был истинный Бог и истинный человек. Не притворный, не мифический. И страдания его были явные. Каждый человек боится страданий. Как человек он боится? Он боится, но он ее не трепещет. У него нет зависимости. Как человек он боится. Но страх – это преодолимое состояние человека. Он может его преодолеть. Но трепет перед чем-либо, перед отрицательным – это плохо. То есть трепетать можно только перед чем-то Высшим. Высшим не в физическом плане, а в духовном плане. Только перед Богом. Лесточник открывает, что память о смерти может сделать себя по-настоящему свободным. Живая память смерти пресекает невоздержание в пище, а когда сие пресечено со смирением, то вместе отсекаются и другие страсти. Помни, час смертный и вовек не согрешишь, говорят святые отцы. Все, что казалось значимым, смерть делает незначимым. Все, что казалось нам, что мы еще когда-то успеем, смерть делает настолько близким, что становится жалко потраченного времени в пустую на то, что смерть сотрет. Мы должны заранее помнить о чаще смерти, чтобы вовек не согрешить. Храм гроба Господня в Иерусалиме, а за ним и все христианские храмы на планете, стали местом лучшей памяти о смерти и о том, что смерти на самом деле нет. А есть переход, к которому надо себя подготовить. Сам гроб Христа – место, где Спаситель был погребен после распятия, главная святыня христианского мира и главный алтарь – храма Воскресения. Над ним – часовня из розового мрамора – кувуклия. По-гречески это покой. Прежде гробница находилась за городскими стенами Иерусалима, как и Голгофа. Над местом, где стоял крест Христов, теперь предел распятия храма Воскресения. А при входе в храм – всегда благоухающий камень помазанья. На нем готовили к погребению тело Спасителю, помазывая его миром и алоей. Частью храма Воскресения стало и место обретения креста Господня. Его нашли в 326 году здесь, вот ровно в этом месте пещеры, где теперь плита с изображением креста. Это унизительная, страшная смерть. Почему это полное поражение называют победой над смертью? Сначала надо полностью себя уничижить, чтобы потом возвеличиться. То есть, действительно, крестная смерть – это смерть позора. Именно через этот позор человек, уверовав в того, кто прошел этот позор, то есть Христос, получает жизнь вечную. У нас не должно быть никаких преград между нами и Богом. Ни в позорной смерти, ни в славном воскресении мы должны быть всегда со Христом. Смерть придет и найдет, девочья гладь везит. Смерть и точный приход женщины отразит от абсурд. Вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. Вот мы же всегда противопоставляем любовь и смерть. Почему здесь, на кресте, они соединялись? Потому что Христос соединяет мир земной с миром небесным, с Раем Божиим. Именно во Христе все соединяется. Христос примеряет нас через свою смерть с любовью. Он открывает нам любовь. Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к Христу, как я пойду домой? Как ступлю за порог? Не поняв, не решив, ты мой сын или Бог? То есть, мертв или жив, он говорит в ответ. Мертвый или живой, разницы же, но нет. Сын или Бог, я твой. Вы боитесь смерти? Да, боюсь, но не трепещу. Не трепещу перед ним. Потому что есть у меня надежда во Христе, что Господь сделает так, как мне будет лучше. А было у вас хоть раз в жизни такое, вот как лестничник пишет, что совершенное чувство смерти свободно от страха. У вас было хоть раз такое в жизни чувство смерти совершенное, когда, знаете, ну вот хоть прямо сейчас готов? Наверное, нет. Наверное, я всегда прошу время для покаяния. Но я бы хотел дорисовать тебе этот вопрос, Боря. Как ты? Было у тебя такое чувство смерти? Ну, мне, может быть, чуть-чуть полегче, чем вам в этом смысле. У меня нет такой замечательной матушки, какая у вас. У меня нет таких замечательных детей, какие у вас. Поэтому я понимаю, что как вы любите их. И что вам, наверное, совсем не хочется умирать и думать о смерти, когда у вас такая любовь здесь. Ну, я... А у меня и этого нет. Я полностью уверен, что если Господь призовет меня, то будет лучше и для матушки, и для детей. Это будет польза. В этом я совершенно не сомневаюсь. Здесь, на Голгофе, в нескольких строках Евангелия описан еще один пример смерти. Это пример двух распятых с Христом разбойников. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, у Немалова говорил, «Или ты не боишься Бога, когда я сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойно, по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь и во Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Любой негрешник, покаявшись, может войти в Царствие Небесное. И любой праведник, возгордившись, погибнет. Пройдет меньше полувека после распятия Христа, а кресты с распятыми христианами встанут по всей империи. Первые масштабные гонения римлян против христиан начнутся после пожара Рима 64-го года. Обезумевший император Нерон обвинит в нем христиан. В 67-м, в так называемом цирке Нерона, на арене казни погибнет апостол Петр. Останки мученика погребут здесь, на нынешнем Ватиканском холме. Он сам попросил, чтобы вниз головой не распяли. Мы помним, что из его жития, что он уходил из Рима, но встретил на пути Господа. Когда он спросил Господа, «Господи, куда ты идешь?» Он говорит, «Я иду в Рим распинаться». И Петр понял, что его место там, что он должен распяться. Господь уже распялся, теперь он должен. Смерть – вот она, наверное, ключевая точка вообще всей человеческой жизни. То есть мы умираем для жизни, а живем для смерти. Но сегодняшний Рим и мир делают, кажется, все, чтобы о смерти как раз забыть. Как это не похоже на прямое предупреждение Лесточника, которым он завершает эту шестую ступень. Невозможное для человека в дело, чтобы настоящий день провели мы благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни. Но так было и всегда. Мир должен об этом заботиться. Дьявол, который управляет или пытается управлять миром, он делает все, чтобы нас развлекать, чтобы непристающее шоу проходило по нашей жизни, чтобы мы не могли сосредоточиться на себе. Поэтому вот здесь мы и должны быть очень внимательны к себе. Свеча – это тот образ молитвы, который мы должны возносить. Тот образ молитвы, который должен быть горячим, должен светить, должен нас вдохновлять. Если бы мы сейчас поставили бы одну свечу, она была бы задута. Точно. Две – они уже друг от друга загораются. Ну, тоже могут задуть. А если мы поставим большой пучок, никакой ветер не задует. Пока мы вместе, пока вот мы вместе с ними, со всеми, вот здесь, мы будем очень сильны, будем очень теплы, будем яркими. Как только мы станем одни, свеча потухнет. Так. Надо быть вместе со всеми, в единой церкви. Ничего нас не должно, в общем-то, разделить. Как будь всегда готовым к смерти, так же, как были готовы многие из тех, кого расстреляли здесь, на Бутовском полигоне. Как всегда помнить о смерти? Действительно, память о смерти, что тебе придется перейти от временной жизни в жизнь вечную, должен нас подвигать на то, чтобы мы не привязывались ни к чему земному. Вообще ни к чему. А вот как подготовиться к смерти – это невозможно. Запланировать, что завтра я посвящу день на подготовку к смерти – не получится. Придется готовиться каждый день, придется жить во Христе, и если тебе это понравится, то смерть тебе это будет не страшна. Ну, хоть свечка должна всегда гореть. Да. Как бы ветра ее не били бы, как бы она не оплавлялась, свечка должна гореть в душе, в сердце.